Выдали, но обещали забрать. В ЛНРеи начали под расписку выдавать обогреватели до весны, об этом пишет Луганский Радар. Боевики оккупированного Первомайска проявили невиданную щедрость. Они выдают во временное пользование тем, у кого в домах нет отопления, обогреватели. Только до наступления весны забрать обещают в марте. По словам местных жителей, тепла нет во многих домах Первомайска, но выданные устройства оказались очень низкого качества. Из-за них горит проводка. Также они дают слишком высокую температуру, от которой портятся даже сами счетчики. Но люди вынуждены пользоваться этими пожароопасными обогревателями, так как в оккупированном регионе не работает отопительная система. Люди боятся сгореть заживо, но выхода у них нет. Отопление террористы подключать не планируют, а за аренду обогревателей обязательно возьмут свое. Паспорта Луганской псевдореспублики оказались никому не нужны. Так, в оккупированных равеньках Луганской области с мая 2015 года начали выдавать эти бумажки, а получили их всего 300 жителей города. Об этом пишет «Час Пик». Всего в равеньках и прилегающих поселках до войны проживало почти 90 тысяч человек. Более того, даже эти 300 человек взяли паспорта вынужденно в связи с утратой украинских, которые нет возможности восстановить, или со сменой фамилии. Это и есть настоящий показатель доверия к главарю террористов Блотницкому и его бандитской группировке. Такая же картина по всей территории, захваченной боевиками. Люди не хотят связывать себя с оккупантами и убийцами даже такими поддельными бумажками. Льготы за убийства. Боевики Луганского недогосударства требуют от своего главаря Плотницкого узаконить их. Террористы, которые получили убечие в результате боевых действий, не получают никаких выплат. В связи с этим на оккупированной территории Луганской области растет волна негодования. Об этом пишет трибун. В бандитских формированиях ЛНРи фиксируется рост напряженности. Бойцы требуют закрепить свой статус, а потому и создали Координационный совет. Он подготовил обращение к главарю террористов Венедиктовичу с требованием разобраться в ситуации и законодательно закрепить нормы социальной защиты и даже предоставить наемникам соответствующие льготы. На защиту раненых боевиков уже стали и те, кто сейчас служит недогосударству. Самозваная власть не реагирует. Субтитры создавал DimaTorzok